Привет, вы на канале Коска, меня зовут Кудинова Наташа и сегодня мы как обычно поговорим о пряже, поговорим о нашем магазине в Сербии, который начал свою работу, я расскажу об основных артикулах, которые пришли сюда и поговорим о том, как магазин работает, как все началось и что у нас происходит. Подписывайтесь, здесь очень интересно. Ну, во-первых, две недели назад мы получили нашу поставку, приняли ее и начали продавать ее в социальных сетях. Пока мы работаем только в Инстаграм, ссылку я обязательно приложу, чтобы вы могли прийти ко мне в гости, и доставка осуществляется по Сербии и по ближайшим странам. На сегодняшний момент мы отправили пряжу в Чехию, в Германию, в Польшу, в Черногорию и по Сербии, что хорошо с доставками по Сербии. Во все крупные населенные пункты мы доставляем пряжу на следующий день. То есть сегодня мы ее отправили, завтра вам ее или принесли, либо вы забрали ее на почте самостоятельно. По поводу оплаты. Мы принимаем сейчас оплату только на банковский счет перевода. Сайт находится в разработке. Платежная система выставила нам много разных интересных требований, а наш программист ушел в плановый отпуск. Поэтому вот он к нам как вернется, и мы как начнем, и у нас сайт появится. Когда появится сайт, на нем уже можно будет все самостоятельно выбирать, оформлять, оплачивать любым удобным вам способом. Но пока работаем так. Отматываем пряжу от 100 грамм. Заказы собираем мы сейчас в течение 1-2 дней, но нужно понимать, что у нас сейчас мало заказов, и у нас нет большой моталки, которой обычно мы это все собираем. То есть собираем мы это все ручным максимально способом. Для того, чтобы у нас появилась моталка, нам нужно место. Я думаю, что в следующем году у нас появится место, и куда прийти можно будет выбрать пряжу. И собирать заказы мы уже будем на конусы, уже привычным нам с вами форматом. Но с другой стороны, пока удобно, можно вот моточками такими. Мы, конечно, когда заказов много, уже мотать не будем. Пока есть возможность, можно моточками себе назаказывать. Про пряжу. Давайте начнем с кашемира. Как с него не начать? Кашемира Биаджоли Модеста. У меня образец связан в 3 нити, метраж 700 метров. Ну, это прям теплый свитер или шапочка. Я бы вязала, если пулловер, то в 2. Но это дело моего вкуса и моих температурных режимов. Я люблю изделия легкие, когда ты его на себя надел и практически не ощущаешь, не чувствуешь себя. Просто тепло, мягенько, комфортно. Если мы хотим прям теплый свитер, то да, здесь уже в 3 ниточки. Вот этот единственный цвет, который у нас твидовый, у него такие небольшие крапушки, желтенькие, бордовенькие, чуть-чуть такой играющий цвет. Все остальные моноцвета. Верблюжонок, горький шоколад, темно-синий, бордо, серый и красивый красный оттенок. А, про спицы. Пыталась здесь, если хорошо уплотнить манжет, то можно резинку на чем угодно получить. Мы с вами это правило знаем. Я с 3,5 начала. Недостаточно. Ну, резинка видна максимум, что мы можем от нее ожидать. И недавно мне задали вопрос о том, что у меня просят связать пулловер из кашемира косыми аранами. А я не знаю, как объяснить, что косые араны на кашемире не вяжут. Косые араны на кашемире вязать можно. Если мы с вами пойдем погулять на сайт Лорапиано, мы там встретим с вами изделия, которые из кашемира написаны, и косы на них есть. В чем секрет? Секрет в том, что вяжутся они обычно очень тоненько, но очень плотненько. Это машина 10-14 класса, которая вот эти вот все наши рельефы очень заплотняет, и они там видны, но тем не менее плосковатые. Это нам не свитер рыбака из шерсти, когда там чуть ли не круглые эти араны, все такие объемные, прям такие аппетитные, как крем на торте. Здесь они будут более плоские, это тоже вполне допустимо. В куска часто приходят клиенты, которые выбирают себе на косы пряжу, на какую-то задумку. Мы говорим, ну вот из этой, пожалуй, ну не лучший вариант. Они говорят, не-не, я так люблю, мне нравится, не первый раз, я все знаю. Вполне может быть, чтобы убедиться в том, подходит вам это или нет, отвяжите образец с тем узором, которым планируете вязать, постирайте его дважды с кашемиром. Это хорошо, чтобы мы с вами увидели, как он раскроется, и примите решение, устраивает вас это или не устраивает. Не устраивает? Можете кладью вязать. Какими-то более простыми сочетаниями петель. Про расход. В две ниточки на 48-50 у нас пойдет порядка 300-350 грамм, а в три ниточки расход будет побольше, изделие потолще, но и вязать побыстрее. Обязательно, и когда вы мне пишите, чтобы узнать, сколько пряжи вам нужно, какая-то пряжа вам понравилась, вы мне в инстаграме напишите, ну Даша, мне нужно мой свитер, я хочу его вязать в три ниточки, и у меня вот такой-то размер. Если вы еще рост укажете, то будет максимально точно, потому что чем мы выше, тем больше нам нужно пряжа на рукава, на длину изделия, это логично. Так, кашемир. Есть еще один классный артикул, любимый артикул моего мужа из этой поставки. Это 70 кашемира, 16 льна и 14 шелка, 1666 метров. В 100 граммах я вязала в три нити и крючком, и спицами. В спицах по кругу есть ощущение, что это будет подкашивать, как будем избавляться. Либо мы можем использовать восточный способ подхватывания петли, если вяжем по кругу через ряд. Скорее всего, нужно попробовать на образце, потому что плотность важна. Либо вяжем чередованием лицевых и изнаночных, может быть, какие-то дорожки по полотну запускаем или ажур добавляем. И, вы знаете, чередования лицевых и изнаночных косины не бывает. В крючке ее не бывает, конечно, тоже. Можно, конечно, постараться, но обычно нет. При правильном вязании ничего там не косит. Что будем вязать? Из этой пряжи, ну, во-первых, конечно, никакой резинки там, арана мы там не найдем. Хорошо вязать что-то свободное в стиле боха. Хорошо вязать что-то... Можно вязать платье. Можно вязать пулловеры, можно вязать футболки. Но 70% кашемира это нам не лето. Все-таки это вот демисезонная или зимняя пряжа в зависимости от того региона, где вы живете. Кашемир здесь раскрывается ощутимо, он чувствуется. Лен дает свою пластичность полотну, а шелк так изящно поблескивает оттуда. Пряжа мягкая, никакого дополнительного смягчения ей не требуется. Я не буду называть цены, потому что в этом магазине нас смотрят девчата и из Сербии, и из разных стран. И чтобы вас не путать с динарами, в инстаграме все цены посчитаны в местной валюте, в динарах. И в евро для того, чтобы вы могли конвертировать, куда вам удобно, для простоты расчета. Так, с кашемиром. Еще смесовки с кашемиром. Сейчас я их буду добывать. Добываю. Это кирман. В двух цветах. Черный и такой ягодный. 700 метров в 100 граммах. Кирман это 8 кашемира, остальное меринос. Это тот самый знаменитый артикул, который держит косы с кашемиром. Здесь они объемные, ажурные, объемные, четкие. Резинка тоже адекватная. И очень хороший выход пуха. Ощутимый, красивый, нежный, мягкий. Как-то раз была у меня с кирманом история. Получили мы в Коско много кирмана самых разных цветов. И девушка у нас купила на заказ. И говорит, все бы хорошо, но он у вас скатывается. Я говорю, куда он скатывается? Она говорит, ну вот вообще такое изделие позорно так выглядит. После этого мне вот даже клиентам, конечно, отдала детское пальто. Ну типа вообще выглядит отвратно. В общем, в результате долгих разбирательств мы выясняем, что она это пальто связанное, прекрасная, очень сложная работа, засунула в машинку. И так как до этого человек, видимо, привык вязать из белорусской полушерсти, у которой шерсть это 30%, здорово постирала его в машине. И оно, представьте себе, мало того, что закаталось, оно еще и свалялось. Подлец. Так вот, помните, что образцы, мы вяжем не просто так, мы образцы с вами стираем так, как будем стирать изделие. Если уж вы решили рискнуть и постирать чего-нибудь в машине, сначала поступите так с образцом. Есть у меня еще один красивейший артикул с кашемиром, но особенный. Я люблю особенные пряжи. Здесь у нас 8 кашемира, меренос, вискоза, ПА и самое интересное, метанин. Метанин это такая очень тоненькая ниточка, полупрозрачненькая, которая выглядит как еле-еле волосинка люрекса, еле заметная. Не как серебро или золото, а что-то там внутри блестит. Что оно дает полотно? Вот, ну оно дает память. Кто-то скажет, фу, какая ерунда, все мятая. Для каждой пряжи мы подбираем с вами. Проект и пряжу, они должны совпасть. Если мы хотим сделать что-то, имитирующая рванину, спущенные петли, какие-то там вот такие вот края интересные, для этого подойдет такая пряжа. Если мы хотим аккуратненький, отутюженный полуверчик, который гладенько смотрится, девочка-отличница, то ее выбирать не нужно. Ее мы выберем, если мы хотим спущенные петли, если мы хотим создать геометрию на полотне. Например, какие-то защипы, какие-то драпировки, что-то, где это свойство материала будет в плюс. Не нужно пытаться его перевоспитать и полюбить его таким, какой он есть. Нужно. Нужно взять идею, которая требует геометрии, и воплотить ее в такой пряжи. Так, про эту смесовочку поговорили. Да, и кстати, мы говорили с вами о геометрии, и мы говорили с вами о никаких манжетах в кашемере. В этой поставке пришло очень много мериносов с эластаном. Меринос с эластаном такая классная штука, которую можно подматывать ко всему, что не держит ничего. Например, вот у нас серый кашемир. Мы хотим хорошие манжеты, четкую горловину. Берем 100 грамм, подматываем ее к своему кашемиру. Не во все полотно, а только в резинке. У нас прекрасные резинки, нежное, при этом нежное полотно самого изделия. Мы хотим кашемировую юбку, но мы не хотим, чтобы она была свободная, не хотим, чтобы она растягивалась. Что мы делаем? Подматываем к ней во все полотно тоненькую ниточку мериноса с эластаном. Меринос с эластаном 1100 метров в метраже, до 2600. Не пугайтесь, да, такой тонкой нитки вполне достаточно, для того, чтобы она сохранила свои эластичные свойства. Подматываем, и вяжем себе платье, футляр, брюки, юбку, карандаш, все, что должно облегать, держать форму, сокращаться и распрямляться. Но обязательно при работе с эластаном посмотрите видео об этом, если вы никогда не работали с эластаном. Потому что там петля сокращается и в длину, и в ширину. Это нужно учесть, ничего не забыть, чтобы потом не огорчаться. А еще покажу вам, покажу вам махеры. В этой поставке довольно много ярких махеров пришло. В толщине 1000 метров это либо артикул Аврора знаменитый, либо Камелот. Кидмахер, там буквально 5-7 мериноса и полиамид в качестве основы. Довольно мягкий кидмахер. У меня просили сравнить его с Ланагата. Какие-то цвета такие же, какие-то цвета мягче, чем Ланагата. Почему? Потому что краситель тоже влияет на тактильное ощущение. В одной и той же партии цветов даже тот же кидмахер на шелке ты в моточной закупаешь, чуть-чуть тактильно могут разниться в зависимости от того, какого цвета у тебя эта пряжа. И здесь есть вот такие две истории. Это 1500 метров, здесь 35 бэби альпаки, 35 кидмахера и ПА в качестве основы. Более тонкая ниточка, здесь вот совсем видно, что довольно короткий ворс, но очень мягкий и теплый. Вот с такой историей тоже можно связать себе паутиночку в одну или в две нити, по вашему желанию. И кидмахер на шелке, вот кидмахер на полиамиде, 1000 метров или 1500, мы ее от 100 грамм отматываем. Вот 100 грамм вполне достаточно на паутинку до 54 размера. Начинаем с тройки горловину, например, при вязании по кругу, а не сборным изделиям. Переходим на 3,5, четверку, 4,5. Ну и дальше, ну то есть, выбираем на четверке, останавливаемся, 4,5. Хотите еще более дырявую пятерку, полотно, выбираете, вяжете. Чтобы вам еще показать, есть, например, еще вот такая история пайетки. С пайетками есть некоторая сложность. При отмоте в моточке, видите, она не очень хочет оставаться на бобине. Когда мы ее получаем, она с черным, черный и мультик пайетки. Пайетка маленькая, 2-х миллиметровая, сейчас дотянусь. Такая рыженькая пайетка. При отмоте в моточек она пытается там все запутаться и как-то стечь. Что мы делаем? Я ее связываю в нескольких местах, вставляю ей основу, и когда вы будете вязать с таким моточком, тоже, пожалуйста, не забывайте. Не нужно доставать основу или поставьте там, мне нравится, поставьте ее на подконусник или на что-то еще, на конус, чтобы она не ссыпалась. Тогда вы не будете путаться с ней во время вязания. Это любимая бобинка моего младшего сына. Она самая большая. Шоколадный вспушенный меринос, очень мягкий, подойдет, в том числе на шапочку, и акриловые такие пупочки. Интересная арт-пряжа. Можно использовать как самостоятельно, можно использовать в качестве компаньона или подмота. Но она довольно не тонкая, 220 метров. Мне из нее видятся кардиганы-пулловеры и шапочки. Можно комбинировать в полос типа Кучунелли. Тоже очень интересно, за счет фактуры будет смотреться. Букле. Дотянусь до вот таких бобинок. Из такой бобинки, из этой пряжи, здесь 35 бэби-альпаки, меринос, па и эластан. В составе у нас вязала Женя себе варежки. Еще в первый раз, когда мы получили такой пряжу, 35 грамм или 34 варежки, на вполне взрослую ручку. За счет эластана все это уплотняется. Варежка получается нежненькая, тепленькая. Можно вязать жилеты, шапочки, кардиганы. Такое имитация меха. Так, 280 метров. Вот оно в двух цветах. Здесь более мелкое букле. Я очень люблю вот такие истории для детских вещей. Изделия получаются легкие и очень мягонькие, нежненькие, прям такие облачные. На взрослого человека 10-12 лет у нас в 2-3 ниточки расход 200-250 грамм в зависимости от роста модели. Вот средний, на средний показатель. Средняя температура по больнице. Мы можем вязать его прям плотненько или можем вязать разряженно в зависимости от вашей идеи. Также такую пряжу хорошо использовать в качестве подмота. К пряже, которую мы хотим смягчить или сделать полотно понежнее или потолще спицами, чтобы вязать. Это немножко другое букле. Здесь более плотный характер буклюшек, то есть более такое вот толстенькое, более плотненькое полотно можно создать. Метраж у тонкого букле 500-850 в среднем метров. Там есть еще серое, черное, молочное. Несколько цветов. Тоже их можно посмотреть на страничке в инстаграме. Так. Покажу вот такую еще историю. Это New Mill Flores. Метраж 340. Мулине. Бежевое, шоколадное, малиновое и лососевое цвета. Очень красивая смесовка, 80-20, 80-20, 80-20, 20-20, которые можно спокойно вязать в одну ниточку, не заморачиваясь с разными клубочками. И интересные цвета получаются. Буретный шелк в твиде. Есть у меня три цвета. Это темно-серый. Это разные артикулы. Тысяча метров. Вот из такого я себе вязала платье резинкой 3х1. Грамм 340-360 у меня платье. Я вязала в 3 нити с бобинки. Вот букле и твиды. Я не советую вязать таким способом. Это довольно напряжно, потому что у тебя зацепляется петелька, когда ты вяжешь бобины. Но если вы вяжете гладкую пряжу, мериносы, ну и с эластаном, конечно, тоже не очень удобно. Летние смесовки, все, что нет, где буклюшек, где нет какой-то неравномерной поверхности, все можно вязать таким способом. Если вы с ним не знакомы, вязать надо в 3 нити из бобины, разматывать не хочется, поищите на этом канале. Это есть под него отдельное видео. Так, и Т2. Вот такого красивого оттенка. Там зелененькие, коричневенькие крапушки. Более насыщенные. Здесь у нас метраж 620 метров. Может ли косить такой твит? Да может. Вот этот тоненький маловероятно, что будет косить. Он тоньше, он более учесан. Поэтому, и просто я из него вязала и знаю, он в вязании по кругу маловероятно, что будет косить, но тем не менее. Если вдруг пряжа косит, под это тоже есть отдельное видео про твиды и ровничную пряжу. Там есть все способы борьбы с косиной, чтобы не мучиться, не перематывать. Есть более простые версии. Что будем вязать? Свитера, пулловеры, платья можно, а раны? Вот прям просятся, но надо понимать, что если в составе есть буретный шелк, а раны будут плосковатые. Так, про это все. Про кого я упустила? Кажется, про всех рассказала. Ну что, про основные позиции я вам смотрю по сторонам, у меня вокруг везде пряжа, кажется, рассказала. Если у вас есть вопросы по конкретной пряже или вы хотите, чтобы вам посчитали доставку, напишите в директ по ссылке ниже. я вам обязательно все подскажу, расскажу и посчитаю. Если у вас есть какие-то теоретические вопросы, задавайте под это видео. Под этим видео надеюсь, было интересно и полезно. Спасибо, что смотрели. Хорошего дня, отличного настроения, приятного вязания. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok